Девушки отдыхают Даты предполагаемого праздника В него могут переименовать 2 сентября А топырка вообще Может получиться сладкой Обматываешь сынулю 1 сентября георгиевской Ленточкой, покупаешь Букет то ли училке, то ли ветерану И гоу с ним на школьную Линейку. Пока там всякие Стихи, песни да протокольные речи Директрисы, ты с другими Патриотами уже вовсю Отмечаешь день знаний А утром еще и опохмелиться Не успел, а тут оп И день победы, но не жизнь А сказка, можно прям не вставая С кровати на Берлин Визжать Как проехать на Берлин? Куда? А что случилось? С 9 мая С другой стороны У нас есть четкое ощущение Какой-то недосказанности Незавершенности дела Ведь два дня победы это хорошо Но мало А как же, например, сирийские деды? Вы о них, хороняки либеральные, подумали? Короче, третий день победы Ну просто необходим Да и лозунги подходящие имеются Асад наш Вагнеровцы воевали За три дня до Ракки дойдем Но мы сражались еще за свой народ И по большому счету за весь мир Короче, чем больше дней победы в году Тем лучше Единственное, что по Сирии Надо будет с днем определиться Ведь царь только за последнее время Несколько раз победу объявлял Приказываю министру обороны С завтрашнего дня Начать вывод Основной части Нашей воинской группировки Из Сирийской Арабской Республики Мною принято решение Значительная часть Российского воинского контингента Находящегося В Сирийской Арабской Республике Возвращается Домой В Россию Вы с победой Возвращаетесь К своим родным очагам А по факту Получилось, что Победили Победили Да Не выпобедили Чудовищные взрывы ВКС РФ Наносят страшные удары Палькай, Дивидлибе И Хаме Это, кстати, самая свежая информация О сражениях в Сирии И появились такие новости Уже после того Как все федеральные каналы Ртом Отпраздновали победу Российские войска выходят из Сирии Победоносная контртеррористическая операция Против ИГИЛ завершена Да что там Бравады было по самые помидоры Мол, учитесь, пиндосы Наши бомбы весом в 500 килограмм Когда в городах разрываются Даже дома не рушат Вы много раз выезжали на места Где были бомбардировки Вы как раз показывали Вот город, который взяли Посмотрите Я помню из ваших репортажей Посмотрите целые стены и дома Посмотрите сейчас на панорамы Городов Рака По которой работали Американцы Якобы высокоточным оружием Это сплошные развалины Для полного счастья Оставалось добавить Что при взрыве Такая адская махина Не просто не рушит дома Но и пахнет ванилькой А для такого дела И 10 миллиардов зеленых денег В кризис не жалто Мы списали Асаду 10 миллиардов долларов На секундочку Это в два раза больше Чем расходы федерального бюджета На здравоохранение в стране Вон, зацените Как патриот сейчас Либерастушка умоет Нельзя оценивать Спасенные человеческие жизни В рублях Или в долларах Получи и распишись Печенькаед недалекий Кому надо Твое здравоохранение Когда мы в Сирии Жизни спасали Мы уберегли страну От значительно большей беды И то правда Что это еще За лоховская масть В больницы До минникамента Деньги вкладывать Очевидно же Что там жизни не спасают Мы вот лучше На 10 миллиардов Помп Авиационных Прикупим Но чтоб жизни спасать С другой стороны Во всем этом Нет ничего нового Все же отлично знают Что большинство Обитателей бараков В том же Якутске Страшно переживает Нет Не за себя А например За Асада Сирии Наверное держались Вот последний год С надеждой Что русские их не бросят Вот потому что Наверное Это было По сути Единственная надежда Да до печки Разруха вокруг Новые больницы Тоже не нужны Деды вон Когда на немца Шли Вообще Об обезболивающих Не знали Вы лучше это Что там В новостях Расскажите Как там он Наш сирийский Чапаев Держится Война Закончена Игил Побежден Беспасено И само государство Сирии Ух Ну прям Камень с души А то идешь С завода Домой по морозу А сердце Кровью обливается Ну что там В Сирии Как дела У хохлов Правда Иногда Среди отборных Парамок Находится Место И неприятным Зрадам Но Трамп Уже выражается Прямее Войну Выиграли Соединенные Штаты Трамп Примеряет На себя Лавры Победителя Над ИГИЛ Но лавры Не прикроют Голый цинизм Американской Политики Ну вроде Как эксперты Ускобеевой Давно доказали Что пиндосы В Сирии Только рожами Торгуют Американцы Воспользовались Тем Что теперь Асад Остается Беззащитным И начали Свою так называемую Антитеррористическую Операцию Которая на самом деле Только усиливала Этих террористов С этой группировкой В качестве Псевдо халифата Покончено И я знаю Прекрасно Что сделали Это не американцы Не их европейские Союзники Это сделала Россия А тут вдруг Здрасте Приехали Вроде как Гамбургеры Ходячие Лидера ИГИЛ В плен взяли Главарь ИГИЛ Аль-Багдади Находится на военной базе США в Сирии Причем Того самого лидера Которого ребятушки Шойгу Раз 500 ртом убивали Лидер запрещенный В России ИГИЛ Ибрагим Абубакр Аль-Багдади Возможно Был уничтожен Российской военной авиацией Сергей Шойгу Доложил президенту Что в мае В результате авиаудара По городу Рака Уничтожены Более 100 Исламистов Среди них Возможно Главарь ИГИЛ Абубакр Аль-Багдади Правда Здесь мы можем Помочь федеральным каналам С очень красивой Отмазкой Если вдруг Информация Подтвердится Надо срочно Разгонять методичку Что американцы И не собирались Аль-Багдади Ловить Он к ним На базу Просто за зарплатой Пришел И решил потусить С друзьями Недельку другую С другой стороны С тем учетом Что Америке Недолго осталось Никакие базы Пиндоса В Аль-Багдади Не спасут Против тебя опять Видели санкции Против меня С США С США О Список войны Сказал Ха Видели Нет Братцы Вы видели Что Трамп Дурачок Учудил Санкции Против Кадырова Вел Да это же вам Пиндосам Смертельный приговор Эх Бедные американцы Ох Против меня Велись санкции Да охмат Ваш Нью-Йорк Янкис Прямо на поле Нагнет Скорей бы Уж видео В сеть Выложили Как буржуи Заокеанские Перед Кадыровым Извиняются Ведь ему же Эти деньги Сам Аллах В тумбочку клал Ваша фраза знаменитая Откуда деньги Рамзан Вы ответили Аллах дают Я сейчас говорю Аллах дает Хола Аллах А ежели Вооружать Тецефабрики Вы 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 Оторвались От реальности Это Антизомби Территория без пропаганды Тецефабрики В секретном Сарая Открытых При желании Можно поменять Игорь Венедиктович Плотницкий Подал В отставку По состоянию Здоровья Сказались Многочисленные Боевые ранения И последствия Контузии Другими словами Если Колываша Поближе к кафе Ветерок Переезжает То Почему Захарку Туда же Отправить нельзя Эту простую истину И без нашей помощи Чудесно осознали Видные Строители Русского мира Вот уже Два года Донбасс является Символом Мужества Для всей нашей Родины От Калининграда До Владивостока Переобуваться В воздухе Принялись Даже самые Махровые лизуны Которые Всегда Кое чем Чувствуют Откуда Ветер дует Захарченко Станет президентом Украины Если Украина Выполняет Минские соглашения Вот и Костик Долбов Не так давно Клялся В верности Республики Мол Все, братцы До последнего Патрона Буду от биндера Стреливаться Я не уйду Из Донецка Я там лягу С автоматом Погибну Не уйду У кого-то могут быть Сомнения Что если Украина Нападут Я из города уеду Да я буду в первых рядах Тем более С таким главой Как Санчо Вообще Никакие враги Не страшны Он самый достойный Из тех кто есть Быть главой республики Потому что он И на полях сражения Доказал И сейчас доказал Его-то кормильца Чуть ли не боженька В Дырляндию С небес спустил Да на царствие Вечное помазал Я знаю Что он практически Не спит Он работает У него нога Почему не заживает Потому что иммунитет Слабый Не успевает восстановиться Человек Это наш батя Это наш Захар Мы им гордимся Уважаем его И с таким командиром Мы не только защитим Донбасс Но придет время Освободим все другие Наши города И проведем парад победы В Киеве Шутка ли? Захарченко Вон в одиночку Красный партизан брал В 2014 году Захарченко Будучи один Разоружил украинский блокпост Возле населенного пункта Красный партизан Константин Долгов Все понимают Какой высокий класс У этого лизуна Да? Это знаете Как босс в конце уровня И получил бы Котя за такую работу Языком Гарантированное повышение Но одна беда В чудесной Донецкой народной республике Ровно таких же лизунов Под бубен Представить его В отечественную В гражданскую И в любую другую Отечественную Вплоть до войн Святославовых Никакой сложности Не представляет Он будто только что Оттуда явился Захар Прилепин Короче Не выдержав Очной схватки С Прилепиным До Казаковым Долгов Как и обещал Пошел защищать Молодую республику Если Украина Падут Я из города Уеду Да я буду в первых Рядах Не сомневайтесь Даже Я вот там Буду первым И никуда Они в жизни Не зайдут сюда Три дня Не смолкал Его пулемет У Болиндажа Лежали горы Мертвых Натовцев И правосеков Этот чудесный Сон С элементами Войны Приснился Котя В автобусе Донецк Москва Ведь именно Туда Сбегают Ну почти Все Списанные Адепты Секты Путин Веди И здесь Казалось бы Конец истории Попробуй Вот так Сходу Других Лохов Найти Таких Чтоб За торговлю Рожей До лизунства Денюшку Исправно Давали Но неожиданно Сидя на стульчике Котя почуял Дивный Ветерок Игорь Плотницкий Оставил пост Главы Самопровозглашенной Луганской Народной Республики И вот С каждой Новостью Из Луганска Этот ветерок Дул Все сильнее На место Игоря Плотницкого Исполняющим Обязанности Главы ЛНР Назначен Леонид Пасечник Который до этого Возглавлял Министерство Государственной Безопасности Республики Ой-ой А я ведь Всегда Кое-чем Ощущаю Такие порывы Каждый раз Когда на горизонте Появляется Новый хозяин Подумал Долгов И не ошибся Отставка Платвы И кадровые Перестановки В Луганске Четко дали понять Сурков Совершил Тактическое отступление Конечно нет Конечно нет И все же понимают Что азартнее других Бывших бояр Будет мочить Их верный лакей Любая чаша терпения Рано или поздно Переполняется Я не могу Спокойно смотреть На то Что происходит В Донецкой Народной Республике К власти В Республике Пробилась Вот то Самое Новое Варьё Он вообще Для кого Императорский бал ДНР Есть император Может быть Это вот он Что ли Император С шальной Императрицей И тайным советником По крепостной экономике Если бы еще год назад Кто сказал Что конкретно Долгов Посмеет бряхнуть Нечто подобное Мы б ни в жизнь Не поверили И показались Десяток Вот таких Верноподданических Записей Полностью доверяю Помогаю И готов выполнить Любой приказ Нашего командования Но в том-то и фишка Что тело Громче всех Кричавшее Ура Теперь сливает Секреты Бывших хозяев Но помните Как сельдмаршал Санёк Автобусы Выпускать начал В Республике Презентовали Два автобуса Собственного производства Марка машины Получила название Донбасс Уже тогда Многие намекали А ничего Что это как бы Российские автобусы А Донецкого В них не так и много Помните новость Мол в ДНР Начали собирать автобусы Захарченко Еще за рулем Проехался Едут из России в Донецк Собираться И то что началось Конкретное Мочилово Сурковских Можно понять Даже посмотрев Только начало Роликов Долгова Как вам не стыдно Перед памятью Моторол Мне сегодня стыдно Вместо них Я буду критиковать Потому что вы там Просто оху** От своей безнаказанности Дальше все по фэншу Власть в Берляндии Далека от народа Да и вообще там Сплошь бандиты и варьё Господа Руководители Народной Республики Вы давным-давно Оторвались от реальности У республик Донбасса Была возможность Взять все Самое лучшее От России Но они взяли Самое худшее Впрочем Гуманитарочку Еще немножко взяли У вас все хорошо У вас есть бюджеты И В том числе На молодежную политику Вы их усердно пилите И занимаетесь Просто очковтирательством И еще раз Говорит это Котя Долгов Главный придворный Лизун С трехлетним стажем Наш Захарченко Это первый Лично на моей памяти Руководитель государства Которым Можно и должно гордиться А теперь минутка логики Стоит ли говорить Что такие приспособленцы Как Долгов Всегда с теми Кто сильнее В данную минуту Он уже даже Кабанчиком В святую Луганду Мотнулся Где сейчас У руля Чистое ФСБшное Братье О чем все это говорит Но хотя бы о том Что бурление В колбочке Рано или поздно Может закончиться Взрывом И не обязательно В лифте Ведь не так давно Все думали Что Колываша Никуда не денется И вот вопрос А где он сейчас И жив ли вообще Придет время Все все узнают Конечно С самим Сурковым Ничего не будет А вот Захарке С Ташкентом Стоит на всякий Пожарный Тревожный Чемоданчик Держать собран Нет Они конечно Хорохорятся Мол в Луганске Так Плот на соплях был А у нас здесь Цельный танк Эти киевские Гориэксперты Вообще не понимают Разницы между Донецкой И Луганской Республиками Так что пусть Обманывают себя И пытаются Раскачать лодку Не понимая Что это не лодка А танк Александр Казаков Но это тот Особый случай Когда над неоправданной Бравадой Угорают даже Сами боевики Я совершенно с ним согласен Мы действительно Танк Когда мы вспомним Как в Великой Отечественной войне Назывались танки Братские могилы Да вы помните Если из лодки Можно Плотнинский Выпрыгнул из лодки И погреб в направлении Нинска Через Воронеж То здесь извините Если что-то шарахнет То уже из этого танка Выбраться будет очень тяжело Саша Скиф Кстати еще один атлант Резко расправивший плечи Даже вон Фотографию В пижмаке поставил И количество Зрады Чуть ли не вдвое поднял Статус Народных Республикам Присвоен случайно Просто для красного словца Для того чтобы Они ну как бы там Хорошо звучали Народ выступает Просто ресурсом Он не является субъектом Просто ресурс Как уголь Где-нибудь Кроме сарае Как там Запасы зерна На элеваторе Это ресурс Вот Столько человек погибло Вот возьмем из народа Столько-то Заполним Пустующей вакансией И надо сказать Что даже этого Было достаточно Чтобы у Захарки С друзьяками Конкретно пригорело Ведь если раньше Они смотрели На подобные финты Ушами Со спокойствием Детенышей Кенгуру Сидящих в сумке У мамки То теперь Гайки Стали быстро Закручиваться И вот уже В офисе Политической партии Ходоковского Проходят обыски Сначала убрали Дениса Пушилина Потом наехали На Губаревых Арестовал их Глийского человека И пригрызив Закрытием их Канала Новороссия Вчера попытались Устроить провокацию В бывшей приемной Нашей организации Поскольку визит Осуществлял государственный орган То исключить Что Захарченко Здесь сыграл свою роль Я не могу Александр Ходоковский Представляете Какое совпадение Весь год терпели А вот именно Сейчас Как-то сорвало Гайки Да и переезд В Донецк Луганских пацанов Весьма показатели Кто-то явно Хочет развязать Маленькую войну Но не с противником А внутри И ищет только повод Видимо Для этой цели В Донецк Передислоцируются Остатки гвардии Плотницкого Под руководством Парня Который разыскивается В России По делу О Хованском кладбище Некоего Георгия Макарьева Александр Ходоковский Видать мало А плота с легионом Надо больше Обезьян С гранатами Для защиты Задача этого подразделения Не входит Как вы понимаете Воевать с ВСУ Оно будет размещено В центре города Да вооружено Впрочем Решение Судя по всему Уже принято Милитаризация Не для войны Продолжается Александр Ходоковский Правда Некоего Игоря Такой подход К делу Как-то не спас А потому Активность Саши Скифа Не так уже Бесперспективна Ведь Москва В Луганске Полностью Меняет власть На бывших Завербованных СБУшников Типа пасечника Добрый день В общем Спасибо Агенту Колывану За все это бурление Даже если Они не поубивают Друг друга В борьбе за корыто То волна Компромата Которая льется Сейчас Это просто Подарок Для Украины Ведь лизуны Кричат ура Только до того момента Пока им За это Платят Смотрите Смотрите далее В программе Фейк На фейке И фейком Погоняют Что связывает Марианскую Впадину И кремлевскую Пропаганду Бывший украинский Военнослужащий Юрий Батурин Раскрыл Возможные обстоятельства Гибели малазийского Боинга На Украине И почему Бычки и Камбалы Так любят Канал Звезда Я отвечаю За каждое Сказанное Мною слово Это антизомби Территория без пропаганды Вот не зря говорят Что главный козырь Кремлевской пропаганды Это короткая память зрителя То есть люди Банально забывают То о чем им говорили Не так давно И вот именно на этом Федеральные каналы И катаются Третий год Бывший украинский Военнослужащий Юрий Батурин Раскрыл Возможные обстоятельства Гибели малазийского Боинга На Украине Казалось бы Зашквариться сильнее Чем они уже Зашкварились В истории с Боингом Сложно при всем желании И мы даже не будем В который раз Вспоминать все 150 надежнейших версий Из серии Хохлы Хотели сбить Борт Путина Вероятной целью Украинской ракеты Попавшей в малазийский Боинг Мог быть самолет Президента России А лишь отметим Что в их Альтернативной реальности Правда по-русски Это когда Следственный комитет Рассказывает Об истребителе укропов Рейс МХ-17 Мог быть сбит 17 июля этого года Боевым самолетом Су-25 ВВС Украины Концерн Алмаз-Антей Об украинском Буке Малазийский Боинг Потерпевший Крушение Под Донецком Сбили с помощью Ракетного комплекса Бук-М1 А условный Пятый канал Петербурга В одном сюжете Показывает две Полностью Противоречащие Друг другу Версии Под титром Правда о Боинге В эту же степи Чудеснейшее Переобувание С данными Локационных центров Ярчайший Пример Манипуляции Вранья На самом Высоком уровне Данный Воздушный Объект Устойчиво Наблюдается Радиолокационными Постами Усть-Донец И Бутуринская В течение Четырех минут Воздушное судно Системой Вторичного Опознавания Не оборудована Что характерно Для военных самолетов Кто не понял Это в четырнадцатом году Российские военные Рассказывают Об украинском Боевом самолете Который якобы Зафиксировали Их радары У российского Генштаба Есть сведения О том Что незадолго До катастрофы По направлению К Боингу Вылетел Украинский Истребитель Су-25 Да и как Не зафиксировать Эти самолеты Если Санька Захарченко Их своими Ясными глазами Видел Я видел Это что-то происходило Почему У вас самолеты Вот Потом У вас самолетовое тело Вот Вот и все Но вот Проходит немного Времени И в Москве Понимают Что методичка С истребителем Уже не актуальна И что же происходит О, братцы Боевая авиация ВСУ Исчезает С радаров Тщательный анализ Записанной информации Показывает Что вблизи Малазийского самолета Пусть Донецкий радиолокатор Не наблюдал Никаких сторонних Объектов Которые могли бы Стать Причиной Его разрушения Ага Был самолет Да сплыл А Захарченко Белочка просто Накрыла И видения у него были Мы даже не поленимся Поставить два кусочка Встык Чтоб каждый мог Насладиться Кремлевскими Переобуваниями На самом высоком уровне Незадолго До катастрофы По направлению К Боингу Вылетел Украинский Истребитель Су-25 Данный Воздушный Объект Устойчиво Наблюдается Радиолокационными Постами Усть-Донецк И Бутуринская В течение Четырех минут Пусть Донецкий Радиолокатор Не наблюдал Никаких сторонних Объектов Которые могли бы Стать причиной Его разрушения Но не зря же Мы обо всем этом Вспомнили Именно сейчас А все потому Что в Кремле Опять активизировалась Подпольная Секта Мазохистов Которым просто Нравится Каждый месяц Получать Граблями пол Сенсационные Обстоятельства Появились в деле Расследования Катастрофы Малайзийского Боинга На Украине И вот на этой неделе Сразу два федеральных Канала По удивительному Стечению обстоятельств Вылезают с очередной Порцией Очередных Типа Сенсации О Боинге Вы лично видели Боинг Да? Правильно Лично Вот например Канал Звезда Мастерски Разоблачает Себя же Еще недавно Вместе с другими Пропагандистами Звезда Разгоняла Некоего Механика С украинского Военного Аэродрома Были получены Показания У гражданина Украины Который Добровольно Пересек Государственную Границу Российской Федерации Он сообщил Что проходил Службу ВВС Украины Конечно же Этот механик Бежал в Россию Чтобы поведать Миру правду О сбитом Боинге Мол Железно Знает Малазийский Самолет По ошибке Сбил Летчик Волошин Боевое Задание Вылетел Самолет Су-25 ВВС Украины Пилотируемый Капитаном Волошин Так вот Этот указанный Самолет Вернулся На аэродром С пустым Боекомплектом При этом Волошин Пояснил Своим сослуженством Что Вот прям Цитирую его слова Самолет Оказался Не в то время Не в том месте Все запомнили Найден Свидетель Который На всю Россию Рассказывает Об украинском Боевом самолете Этим Свидетелем Является Гражданин Украины Агапов Евгений Владимирович Который Проходил Военную службу В должности Механика Но проходит время И все тот же канал Звезда Как ни в чем не бывало Презентует Очередного Не менее Козырного Типа свидетеля Рядом со мной Юрий Батурин Который Сказал Что он был Свидетелем Того Что произошло С рейсом МН17 Конечно В свете новых методичек Свидетель Рассказывает О буке Украфашистов Из разговора С этими Многослужащими Стало понятно Что В селе Зарощинском Находился Зенитно-ракетный Комплекс Бук Они говорили О Зарощинском О том Что там был Бук И о том Что они Вот Абсолютно правильно То есть Вот именно тогда Пазл и сложился Именно тогда Все стало понятно И при всем этом Добавляет Что никаких Других самолетов Рядом с Боингом Не было То что увидели мы Пользуясь Вторичной Рокационной информацией Содержало Информацию Только о Гражданском Лайнере Информации О каком-либо Боевом Или гражданском Судне Который сопровождал Рейс МАШ-17 Мы не располагали А теперь вопрос Каналу Министерства Обороны Звезда Вы, ребятки Когда врали Тогда Или сейчас Или врали Оба раза Ведь как так Получается Что два ваших Супернадежных Свидетеля Полностью Перечат друг Другу После обеда В воздух поднялись Три самолета Содержать Два После всего Были сбиты Вернулся Один самолет Летчик Каберна Волос Слышал фразу От него Самолет не тот Информации О каком-либо Боевом Или гражданском Судне Который сопровождал Рейс МАШ-17 Мы не Располагали Один Говорит Был самолет А другой Не На радарах Ничего не было И мы не видели Чтоб хоть кто-то В России Сказал Стоп Пенгаген Эээ, вы нас совсем за полоумных считаете? Вот почему федеральные каналы так легко переобуваются в воздухе. Это политика и ничего личного. Тут вопрос только один. В чьих интересах это делается? С другой стороны, если бы все ограничивалось напрочь упоротой звездой, мы бы, может, и не делали этот сюжет. Но неожиданно на помощь коллегам с Министерства обороны пришли журналисты канала НТВ. Журналистам удалось найти новых свидетелей, на глазах которых и разыгралась трагедия. И вы знаете, это был тот самый случай, когда трудно было сдержать улыбку уже на подводке. Ну вот эти новые очевидцы, местные жители, утверждают, что ракета, сбившая пассажирский лайнер, была выпущена не из села Снежное, как утверждают на Западе, а из окрестностей другого населенного пункта Зарощенской. Дебилы. Село Снежное. Вот где пятерочка по географии. Молодцы, ребята. Там еще два хутора есть. Горловка и Амбросевка неподалеку. Ага. Ну то такое. Давайте-ка уже мужичка послушаем. Он-то поди, врать не будет. К такому же выводу ранее пришли эксперты корпорации «Алмаз-Антэй», проводившие свое расследование. Эту версию подтверждают и так называемые первичные данные с ростовских радаров. Впрочем, западное следствие пока к этой версии равнодушно. Так вот оно что, Михайлович, вот же гады буржуинские. Локационный центр сразу пуск ракета зафиксировал, а они прислушиваться не хотят. Эту версию подтверждают и так называемые первичные данные с ростовских радаров. Впрочем, западное следствие пока к этой версии равнодушно. Западное следствие пока к этой версии равнодушно. А теперь на это все наш простой ответ. Нет, дядя, ты сейчас нагло врешь и промываешь людям мозги. Ведь изначально ваши радиолокационные центры якобы зафиксировали украинские истребители. Незадолго до катастрофы по направлению к Боингу вылетел украинский истребитель Су-25. О буке и пуске ракет из земли даже речи не было. Все ваши каналы хором визжали об истребителе и показывали данные с радаром. Руководство генштаба на брифинге в Москве обнародовало данные, полученные с помощью средств объективного контроля. Накануне и непосредственно в день катастрофы. Был же фиксирован взлет неизвестного воздушного судна. Министерство обороны предполагает, что это мог быть Су-25 военно-воздушных сил Украины. Боинг сбил Су-25 ВВС Украины. Штурмовик отправился на задание с ракетами воздух-воздух, а вернулся без них. Авиалайнер сбила ракета, выпущенная украинским штурмовиком Су-25. Но потом в Кремле докумекали, что версия с боевым самолетом вообще провальная. И теперь устами вот таких вот умников рассказывают, что, мол, ракету от бука они фиксировали изначально. К такому же выводу ранее пришли эксперты корпорации «Алмаз-Антей». Эту версию подтверждают и так называемые первичные данные с ростовских радаров. Но нет, смешные, ничего не выйдет, ведь все ходы давно записаны. Но поехали дальше, ведь в том сюжете НТВ было еще много интересного. Они втроем держали позицию на холме и потому видели то, что другим бойцам в низине видно не было. О-о-о, ну теперь все, шагим от кастрюли. Вон, свидетели нашлись, небось не менее надежные, чем у звезды. Короче, собирайте вещички в Гаагу. Вот в том краю, в небе была низкая облачность, над облачностью была вспышка. Вообще, свидетели на федеральных каналах – это тема для отдельного сюжета. У нас есть стойкое подозрение, что появляются они сразу же после волшебной фразы «Мужик, мужик, сможешь нам за 500 рублей вот это на камеру рассказать?» Командиру мы доложили, ну и так в разговоре я никогда об этом не сказал, что я это видел. И это как бы не из желания кого-то обидеть. Вот задайтесь простым вопросом, почему все свидетели на российских каналах полностью противоречат друг другу? Помните, например, глазастого дедушку? То есть вы своими глазами видели, как один самолет стрелял в другой самолет? Да. То есть когда выгодно было версию про истребителя разгонять, они показывали местного мужика, который типа все видел. Боевой этот истребитель. И навстречу этому пассажирскому сравит, а и тратит и бух! Теперь же есть методичка о буке из Зарочинского. И вот вам, нате, извольте, очередные свидетели. В небе, короче, ракета, след от ракеты инверсионной такой. Так что там, они даже видели след, оставленный ракетой после пуска. Как бы я делал, взрыв, гриб, дым и пошли. И инверсионный след, и инверсионный след. Видели, но забыли сфотографировать. Или сфотографировали, но пленка засветилась. Короче, поверим мужикам на слово. Вот этот след, он с украинской территории шел? Да, да. Там точно стояли украинские? Там украинские. Как в свое время вся Россия верила глазастому дедушке, который тогда говорил прямо противоположные вещи. То есть вы своими глазами видели, как один самолет стрелял в другой самолет? Да. И напоследок можно сто раз кричать, что у крас-сми все врут. Можно от души любить Россию. Но вот просто сядьте и пересмотрите все эти переобувания. Малазийский Боинг в небе над Донбассом был сбит ракетой воздух-воздух. Самолет был взорван изнутри. И это была спецоперация. Малазийский Боинг над Донецком могли сбить из зенитного ракетного комплекса БУК-М1. Не верите нам? Найдите оригиналы. А после этого ответьте на простой вопрос. Вот вам приятно сидеть у телевизора с осознанием, что люди по ту сторону экрана считают вас планктоном. Планктоном, который просто не способен запоминать то, о чем ему говорили всего месяц назад. Планктоном, готовым не просто лопать телепомои, но и просить добавки. В Киеве вовсю готовятся к новой войне на Донбассе. Стреляет пьяная украинская солдатня из Добробатов и часть подонков из вооруженных сил Украины, которые уничтожают свой собственный народ. На этой неделе федеральные каналы пылали от гнева. Это надо Соединенным Штатам Америки, которые курируют Украину, для того, чтобы в преддверии президентских выборов в России попытаться спровоцировать жесткую российскую силовую реакцию. И знаете, это был тот самый случай, когда причина подгорания была весьма странной. Ведь сама Россия решила вывести своих офицеров СССР из зоны конфликта. На днях Минобороны России уведомила Украину, что отзывает своих офицеров. Совместный с украинцами Центра контроля и прекращения огня фактически перестал существовать. Но виноватыми, как обычно, получились украинцы. А в российском МИДе заявили, Киев создавал для наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку. Киев создал такие условия работы для наших наблюдателей, что их само нахождение здесь, на юго-востоке, фактически стало бессмысленным. Наши офицеры там чуть ли не под конвоем работают. Короче, бедняги из СССР просто не выдержали пресса укров. И что придумали? С троем на обед ходить. Да коли русский офицер такие унижения терпеть не будет? Есть такое слово «офицерская честь», кроме всего прочего. И офицера, которого ставят в условия, которые, в принципе, ну это еще не тюрьма, но уже такое коррекционное заведение. Офицер, который должен ходить по определенной стороне, вы просто прочитаете. И все это было бы весело и замечательно, если бы не одно «но». Москва явно вывела своих наблюдателей не просто так. Ведь рассказки о тяжелых условиях работы они могут оставить для самых доверчивых ватанов. Российским офицерам мешают в обеспечении доступа к линии соприкосновения, мешают выходить в город и общаться с мирными жителями. О каком объективном контроле может идти речь, если наших офицеров в поле не пускают? Судите сами. Офицеры СССР спокойно себе работали даже во время реальной мясорубки в 15-16 году. В аэропорт заходили, комментарии оттуда давали. В настоящее время я нахожусь на территории под контролем вооруженного формирования Донецка и разбираюсь в обстановке. И как-то, знаете, устраивали их условия работы. А теперь вдруг резкая паста, зубная паста, ущемляют, притесняют, в трусиках распинают. Украинцы отказывают российским военным в выезде с базы под самыми надуманными предлогами. О выходе в город отчитываться должны даже генералы, перекурят строго по расписанию. Мне это напоминает не регламентацию работы вооруженных Российской Федерации, а в лучшем случае какой-то дисбат, а в худшем случае какое-то такое как бы полузаключение. Нет, мы не претендуем на истину в последней инстанции, а просто выскажем свое мнение на этот счет. Есть у нас стойкое подозрение, что готовится большая бойня. И Москва готовит общество к тому, что, конечно же, после ухода своих офицеров не имеет никакого влияния на боевиков. Россия прекратила деятельность в рамках совместного центра контроля и координации прекращения огня на Донбассе. Вот представьте, завтра дыряния подтягивают на передовую танки и артиллерию и пробуют продвигаться вперед. В это время в Кремле делают рожи кирпичом, мол, ничего не знаем и сделать не можем, нет там больше наших солдатиков в СЦКК. Выход наших офицеров из состава центра по контролю и координации может обернуться ухудшением ситуации в регионе. Уже отмечено увеличение количества обстрелов. Да и вообще, вон, по Первому каналу четко говорят, что напротив, это укры в наступление идут. И они уже готовят зрителей к такому повороту событий. Это делается для того, чтобы усилить хаос. Это делается в преддверии масштабной провокации, которую Украина готовит на конец января, начало февраля. Идет передислокация. Мы с вами что хотим, если эти негодяи устроят провокацию, чтобы их там на крестах, что ли, распинали? Здесь и возникает простой вопрос. А зачем в Москве новое обострение на востоке Украины? Ответ он как бы на поверхности. Экономические дыры за поребриком давно привыкли прикрывать войной. Но они же не могут вылезти в телевизор и заплакать. Зачем мы поперлись на Тонбасс и в Крым оттяпали? Против нас ввели санкции, нам очень плохо. И мы теперь не можем никого завоевать. Наоборот, они... Да ладно, не смешите наши искандеры, йо-хо-хо и бутылка рома. И мы теперь всем покажем замазану за куська. Ну, а что им еще делать? Иными словами, пенсионерка Никичшна из Волгограда с радостью простит Путину с Медведевым замороженные пенсионные вклады, если в это время по телевизору родимые ополченцы будут позиции хунты штурмовать. Если план Москвы, не дай бог, сработает и карту в зоне АТО им удастся перекроить в свою пользу, то царь тут же вылезет с истерикой и требованием срочно остановить кровопролитие и ввести миротворцев. Наличие миротворцев ООН считаю вполне уместным. И не вижу здесь ничего плохого. Таким образом, куда ни плюнь, сплошные выгоды. Стратегические задачи решаются, конфликт вновь заморожен, но на более выгодных условиях. А к рекам крови вроде и вообще ни при чем. Даже напротив, миротворец это! Ну, чем не очередная замечательная многоходовка в год выборов? Прошла весна, настало лето. Спасибо Путину за это. И о нюансах и подробностях... И вы знаете, нам очень бы хотелось, чтобы все эти прогнозы не оправдались. Но, к сожалению, опасных предпосылок возобновления полномасштабной войны все больше. Вот так, например, горели на этой неделе дома в поселке Новолуганское, после того, как боевики применили РСЗО «ГРАД». И сюда прилетело 40 зарядов системы залпового в огню «ГРАД». Ось потрапление біля дитячого майданчика. Все, вот этот полночек варкал, все плетанчики, все, даже меня на боку. Ну, я уже в одиноконачках выпозвала дедушку, кричу, текай вина, ох, ох, нет, тут кровь у него нет. Ну а что, красавчики защитили от бендеровцев дома людей зимой. Причем применением артиллерии они показательно гордились всю неделю. Вот, например, российский пропагандист Пегов и его откровения. Ответ за Горловку в Закарпатье объявили траур. Ну и кто не верил в высокотехнологичное оружие ДНР? А вот победоносная статейка о попадании артснаряда, убившего трех солдат ВСУ. Точно в блиндаж артиллерист-снайпер уничтожил группу ВСУшников под Горловкой. Взрывом убиты три украинских оккупанта. Но, как это часто бывает, вслед за подобной бравадой следует нагоняя из Москвы. Ведь на всех федеральных каналах боевики строго соблюдают Минск. Технику отвели и стреляют разве что глазами. Ополченцы отвечают только стрелковым оружием. Все тяжелое отведено. И вот уже наш старый знакомый Адя Басурин разоблачает у Красми с обстрелом Новолуганского. Штаб, так называемый АТО, пытается сделать обстрел из Арсизорград населён Путаново-Луганское. Якобы с территории населён Путагорловка. Ну как разоблачает? Так уж сложилось, что в недороских разоблачениях факты не приветствуются. Достаточно просто брякнуть. Хохлы сами себя обстреляли. И дело с концу. Четко видно, что обстрел из РПГ вели именно украинские силовики, находящиеся в Новолуганске. И вот всю эту жесть для самых альтернативно одарённых они чудесно себе миксуют с вполне конкретным разжиганием ненависти. Вот почитайте, что там ещё один видный строитель русского мира пишет. Девиация выдумка Грушевского, в совокупности именуемая некоторыми украинской историей и культурой, должно быть полностью уничтожено, искоренено, бесследно стёрто и забыто, как фальсификация германских интервентов, контры и нацистско-фашистское мракобесие. Об украинстве должны напоминать только поля, усеянные могилами участников АТО и руины Львова. Анатолий Гелюх. А потому наши прогнозы на эту зиму не самые радужные. Всем нам важно помнить, что война никуда не делась. Она совсем рядом и в любой момент может вспыхнуть с новой силой. И тем, кто проведёт праздники не дома, а в окопах, нужна ваша поддержка. Редактор субтитров А.Семкин